Значит, как влияет на ребёнка смерть одного из родителей? А как влияет на взрослого потеря любимого человека? По-разному. Если это действительно любимый человек, тяжело влияет, без любимого человека плохо, больно, тяжело. Если при этом мы приучены к тому, что боль – это ненормально, душевная боль – это ненормально, это не часть жизни, это что-то из ряда вон выходящее, то я буду рвать своё сердце на части, проливать слёзы, постоянно вспоминать об ушедшем любимом и страдать всю свою осознанную жизнь. Если ребёнок потерял любимого человека, и он видит вокруг вот эту атмосферу страдания, он будет, естественно, в эту атмосферу страдания включаться. Но, в принципе, у детей, поскольку они ещё меньше загружены жизненными проблемами, психика гораздо более стабильна, чем у взрослых, у них травм меньше. Поэтому, если ребёнок в раннем возрасте теряет ни одного из родителей, он с этим смиряется. Если вокруг нет атмосферы истерики, ну, да, так случилось. Плохо, конечно, продолжать жить дальше. Значит, если ушёл папа, плохо, конечно, жалко, конечно, продолжать жить дальше. Если ушла мама, у ребёнка наступает некая эмоциональная дезориентация, потому что вот эта пуповина прервалась. И точно так же, как недоношенные дети нуждаются во всяких кислородных трубках, которые будут искусственно поддерживать их жизнь в инкубаторе, которым будет искусственно регулироваться там давление, температура и всё такое прочее, точно так же ребёнок и шившийся мамой, если тот, кто остался из родителей, сможет создать достаточно мощный духовный контакт с этим ребёнком, значит, ребёнок вырастет более-менее скомпенсированной личностью. Если установить духовный контакт не получится, то ребёнок вырастет достаточно раненой и нестабильной эмоциональной личностью. У него всё равно где-то в глубине души будет сидеть страх, потому что он не будет знать, на что ориентироваться. Так, значит, это со смертью. Со смертью понятно? Так. Теперь давайте разбираться с разводом. На самом деле это правда очень просто. Действительно. Значит, у нас есть, на самом деле, малое количество вариантов развода. Первый вариант. Папа с мамой разошлись, но остались нормальные, приличные человеческие отношения. Разошлись, потому что закончилась любовь. Это бывает. Кстати, такой вариант развода, он как раз самый нормальный, самый человечный. Встретились, родили ребёнка. На родине летовой и встретились. Любовь закончилась. Разошлись, и с хорошим отношением. Значит, сообщили ребёнку, что, смотри, вот так получилось вместе нам жить некомфортно. Есть папа отдельно, есть мама отдельно. Вот у меня сейчас такой пример у друзей. Аж две пары, значит, они так разбежались. Дети совершенно нормально воспринимают новую женщину папы. Другой ребёнок совершенно нормально воспринимает новую мужчину мамы. Там даже двое детей нормально воспринимают новую мужчину мамы. У всех между всеми нормальные, хорошие человеческие отношения. Никакой травмы там не наблюдается. Мало того, дети получают бесценный опыт, что вместе надо жить, пока любишь. Если не любишь, то надо жить, и жить вместе не надо. Поэтому, скорее всего, когда этот ребёнок будет строить свою семью, отношения в его семье будут достаточно здоровыми. Второй вариант развода. Как влияет на ребёнка ситуация, если тот родитель враг. Значит, если ребенок остался с мамой, или если ребенок остался с папой, значит, если ребенок остался с мамой, значит, тот родитель в глазах мамы враг и во всех винах виноват. Там, значит, мама враг во всех винах виновата. Смотрите, как на взрослого человека влияет ситуация. А знаете что? Давайте я на запуску мультик покажу. Как раз на эту тему. Коротенький. Сейчас мультик коротенький, и сразу после этого все пойдем до дома, до пасты. КОНЕЦ КОНЕЦ